Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение четвертой книги царств и мы будем сегодня читать 21 главу. 12 лет был Манасия, когда воцарился и 50 лет царствовал в Русалиме имя матери его Хефциба и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Итак, мы видим, что новый царь, который становится царем в Иерусалиме, он воцаряется, когда ему было всего 12 лет. И не случайно называется имя его матери, которая, конечно же, первое время как бы соцарствовала вместе с ним и, конечно, скорее всего, она оказала на него такое отрицательное влияние, так что он подражал всем тем мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Считается, что именно Манасия, царь Иудейский, он угасил тот огненный столб, который по преданию стоял над храмом, над храмом царя Соломона, таким видимым образом обозначая святость этого места. И какое-то сияние такое распространялось от храма. А Манасия, как раз своим поведением, он сделал все для того, чтобы это чудо прекратилось. «И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его из Икия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал Дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему». Вот здесь мы уже как бы видим, уже как бы некая традиция во всем плохом подражать царям израильским, соседним царям. А что-то хорошее, если у них есть, у царей Иудейских, то это как бы продолжение линии Давида. «И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме положу имя мое». Вот эти жертвенники, которые ставят языческим богам прямо в Иерусалимском храме, это то, что прекращает как бы свет небесный на этом святом месте. Что позволило потом врагам еврейского народа разрушить этот храм, который потерял свою благодать. «И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневить его». Здесь мы видим, что он провел своего сына через огонь. Это был такой обряд. Как бы этот огонь, считали, он очищает человека. На самом деле это было посвящение тому идолу, которому вела дорога через этот огонь. Скорее всего, речь идет именно о Ваале, которому он начал поклоняться. «И поставил истукан Астарте, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге израилетянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей». Ставится также истукан Астарте. Выше мы прочитали, что поставил жертвенники Ваалу, сделал Дубравы. А здесь еще культ Астарте, который был связан с эротическими инициациями как юношей, так и девушек. И здесь подписатель этой книги вспоминает, что Бог обещал, что люди не потеряют эту землю, если будут сохранять верность в доме Божьем Господу. Но так как здесь все было сделано, чтобы прогнать Господа из его дома в Иерусалиме, как бы судьба и Иерусалима, и храма уже была предрешена. И 9 стих мы читаем, «Но они не послушались, и совратил их монастырь до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых». То есть Господь согнал народы, которые когда-то там жили, и в Писании сказано, что он их согнал не потому, что евреи как бы во всех отношениях были лучше, а прежде всего потому, что нечестие тех народов было очень велико. А здесь говорится в окончании книги царств, что израилетяне стали жить хуже, чем те народы, которых через них же согнал Господь с этой земли. И как бы уже оставалось немного времени до того, как Господь сгонит и еврейский народ с этой земли, и они окажутся в вавилонском пленении. Вот почему Господь попускает захват наших земель, ставит над нами правителями иноземцев, когда мы не соответствуем нормам божественного закона, мы как бы живем под собою, не чуя страны, как говорил один поэт. «И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал, за то, что сделал монастырь царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали Амареи, которые были прежде него, и ввел иуду в грех идолами своими, зато так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалима, на иуду, о котором, кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того». Обычно в ушах звенит тогда, когда от крайнего волнения у человека подскакивает невероятное давление, и начинается вот этот звон в ушах, чаще в каком-то одном ухе, а тут сразу в двух ушах вот этот звон. То есть, когда люди увидят, какое наказание от Господа, это действительно будет что-то трагическое, зазвенит в обоих ушах у того, кто это услышит. «И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии, и отвес дома Ахауа, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее, и отвергну остаток у дела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим, за то, что они делали неугодное в очах моих, и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня». То есть Господь готовится очистить Иерусалим от его жителей, как люди очищают чашу, все это вытирают, что есть внутри, и потом полощут в воде, и это выливают. Но самое страшное, что здесь сказано, здесь сказано, что «отвергну остаток у дела моего». Остаток в то время – это удерживающие. Как сказано в книге про Каиса, «Если бы Господь не оставил своего остатка, то есть немногих избранных, то вы уподобились бы Содому, были бы то же, что Гамора, то есть были бы полностью уничтожены». А здесь Господь как бы отвергает молитву остатка, то есть верных, они тоже уходят в плен. И мы видим в плену двух пророков, это пророк Даниил, пророк Иезекииля, и видим там и нечестивых, и праведных людей, которые оказались в изгнании. То есть теперь с этого момента Бог не принимает молитву остатка, то есть лучших людей этой земли, потому что уже как бы недостаточно их молитв и мщение от Бога должно прийти. Потому что люди стали грешить так, как не грешили с того момента, как отцы их вышли из Египта, и до сего дня, пишет ботописатель. «Еще же пролил Монасия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех, делая неугодное в очах Господних». Похоже, что было сопротивление вот этим бейсовским реформам Монасии, и защищая эти реформы, он умершвлял людей, которые высказывали свое несогласие с ним. Таким образом, он как бы увеличил свою вину, он теперь действует не только как идолопоклонник, но и как гонитель верующих людей, которые сохраняли верность единобожию и не признавали других богов. Он их кровью залил Иерусалим от края до края, как мы здесь прочитали. И вся эта кровь, она называется невинной кровью. «Прочие о Монасии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских, то есть в книге Парли Паминун. «И почил Монасия с отцами своими, и погребен в саду, при доме его, в саду Узы, и воцарился Амон, сын его, вместо него». То есть Монасия как бы изгнал благодать Божию с святого места, и прекратилось то свечение, которое ночью было над Соломоновым храмом. Оно наблюдалось там с момента его построения. Это как бы был такой видимый знак, что Господь покидает это место. «Двадцати двух лет был Амон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Мешул-Лемеф, дочь Харуца из Ядбы». Амон он сын Монасии, он наследовал отцу, который пятьдесят лет царствовал. «И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Монасий, отец его». То есть его сын поступает таким же нечестивым образом. «И ходил той же точно дорогой, которой ходил отец его, и служил идолом, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господнем». Вот эти другие царя, которых мы читали, они как бы совмещали служение Господу и идолам, так вот этот правитель Амон, он уже как бы оставляет полностью служение Господу и поклоняется идолам. «И составили заговор слуги Амоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли, то есть простые люди, перебил всех бывших в заговоре против царя Амона и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него». Давайте посмотрим, какой комментарий есть по поводу Амона. Это апостольские постановления, в которых сказано, «Нет греха хуже идолослужения, ибо это нечестие против Бога». Однако же и он, то есть этот грех, прощается через истинное покаяние. Если же кто-нибудь согрешает из противостояния, искушая Бога, будто он не наказывает злых, то такой не имеет прощения, хотя и говорит про себя, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу моего сердца, лукавого». Таким-то и был Амон, сын Манасии, ибо Писание говорит, и задумал про себя Амон дурное, преступный замысел, и сказал, «Отец мой много беззаконий совершил с юности и в старости раскаялся, и я ныне буду ходить, как желает душа моя, а позже обращусь ко Господу». «И сотворил злое пред Господом хуже всего, совершенного до него, и истребил его вскоре Господь Бог с доброй земли своей. И дети его ополчились на него, и умертвели его в доме его, и он царствовал только два года». Итак, Амон, в отличие от своего отца Манасия, который царствовал пятьдесят лет, он царствовал всего два года. Конечно, возникает вопрос, а вот Манасий, он же был идолопоклонник. Да, Манасий был идолопоклонник, да, он ввел в грех народ Божий, но при этом он мог очень почитать свою мать или своего отца. Вот только за это Господь дает человеку царство, достаток, благополучие. Хотя он прожил немного, он прожил, получается, шестьдесят два года, но пятьдесят лет из этих шестидесяти двух он царствовал. А Амон, который ходил как бы путем отца, похоже, он имел только отрицательные моменты и не почитал ни отца, ни мать должным образом. И как бы не было смысла продлевать его царство, потому что он как бы во всех случаях был нечестив и виновен. И в окончании этой главы сказано прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице, его в саду Узы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него. То есть мы видим, что этих людей хоронят, и говорится, что и Манасия, и Амон похоронены в саду Узы. Вот не говорится, что они приложились к Давиду, что они как бы в гробнице Давида. Ничего такого здесь не сказано, потому что загробная участь этих людей, конечно, она будет иная, чем загробная участь Давида и тех, которые подражали ему.